Привет, бойцы! Сегодня у меня для вас пару обнадеживающих и интересных новостей. Вчера завершилось шоу UFC Fight Night 91. В главном поединке вечера встречались представители легчайшего веса Майкл Макдональд и Джон Линекер. Бойцы с первых секунд начали размениваться ударами в стойке. Уже в начале боя Джону удалось прижать соперника к сетке, где он сумел провести тяжелый удар правой рукой. Майкл оказался в нокдауне, но сумел встать и продолжить драться. Тем не менее, Линекер продолжал яростно атаковать соперника и вскоре отправил Макдональда в нокаут левым боковым ударом. Поединок продлился менее трех минут. Таким образом, Джон Линекер нокаутировал Майкла Макдональда в первом раунде. Следующая новость у нас про Кун Лун Файт 50. Очень-очень такое событие нас яркое ждет. Китайский промоушен Кун Лун Файт еще в начале июня анонсировал свой 50-й ивент. Тогда сообщалось, что в турнире, который пройдет 14 августа в Китае, примет участие чемпион организации в весовой категории до 80 кг Артур Кишенко, а также чемпион Глори в весовой категории до 85 кг Саймон Маркус. На сегодняшний день стали известны некоторые изменения в файт-карте. В частности, в турнире в весовой категории до 80 кг Кишенко участие не примет, а восьмерка в этом весе выглядит следующим образом. Муртел Гронхард против Джонатана Оливейра, Марк Дебонте против Дмитрия Валента, Седрик Туш против Хиджам Эль Гауи и Александр Стецуренко против Бо Фуфан. Очень обещающий такой турнирчик. Я думаю, будет смотреть его интересно. И Глори 32, лучший турнир в стоечке на данный момент по правилам К1, также показал свою файт-карту 22 июля в Вирджинии пройдет 32 ивент промоушена Глори. До турнира остается менее двух недель и файт-карта вечера сформирована практически полностью. Практически потому, что до сих пор неизвестно, с кем проведет свой поединок в соглавном бою вечера Брайан Коллетт. Что касается главного боя вечера, то в нем чемпион организации в весовой категории до 65 кг Сергей Адамчук будет защищать свой титул от посягательств Габриэла Варги. Также отметил дебют в Глори украинского бойца Павла Журавлева. В общем, турнирчик обещает быть очень напряженным и интересным. И под конец такая интересная новость. Николай Валуев станет ведущим передачи «Спокойной ночи, малыши». Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, 32-летний россиянин Николай Валуев. А ныне депутат Государственной Думы 6-го созыва от «Единой России» и попробует себя в качестве ведущего передачи «Спокойной ночи, малыши». Я не знаю, или малыши будут быстрее засыпать теперь, но главное, чтобы не испугались смотреть передачу. Всем спасибо, ставь лайк, подписывайся на канал. До встречи в новых видеоуроках, обзорах и новостях. Удачи в тренировках! Субтитры создавал DimaTorzok